С интересным заявлением выступил, значит, печально известный глава Думского комитета по безопасности Василий Пискарёв. Он внезапно заявил, что как-то так вот получилось, что у нас более 16 тысяч россиян с допуском к государственной тайне владеют имуществом за границей. Имеют там близких родственников. И иностранные спецслужбы используют это для давления на граждан с целью завладения этой самой гостайной. А количество акций со стороны зарубежных спецслужб, по его мнению, в отношении секрета носителей, в последнее время выросло почти в два раза. И в числе таких акций вербовки с элементами шантажа. С 2017 по 2022 год таких случаев было около одной тысячи. Как же так получилось? Слушайте, ну это просто такая, кто-то скажет, святая простота, а я бы сказал просто лживая лицемерие. Когда человек понимает, как это получилось, понимает, что этому предшествовало, понимает, какими шагами достигнута эта страшная перспектива. Он, в отличие от общества, наделен такими знаниями, такой информацией, конкретикой и правдой, что он гораздо более ясно видит, чем мы с вами, что происходило и во что это вылится дальше. Но для того, чтобы каким-то образом снять с себя ответственность, попытаться уйти от необходимости отвечать за итоги своей политики, они же понимают прекрасно, что есть большой запрос в обществе на эту тематику. Людей это волнует, что люди критикуют режим, да, критикуют систему на то, что они создали такие элиты, таких экономических или политических деятелей при достижении каких-то высот. Просто, как вот Пискарев сказал, все туда вывезли, да. А теперь там чуть ли не взаимодействует, вступает в какие-то договоренности с иностранными государствами, там, спецслужбами или политиками. Представьте, здесь же не просто тема того или иного чиновника. У нас целый ряд высокопоставленных чиновников, включая вице-премьеров правительства, включая, ну, просто чуть ли не, ну, не первых лиц, да, но те, кто был на вторых ролях, живут за рубежом. И мы вот в нашей закрытой теле как раз эту тему широко обсуждали, там, статистику приводил интересную, из нескольких десятков человек, которые туда переехали, и особо, собственно, этого не скрывают. Речь не только о Чубайсе, который получает сейчас паспорт Израиля, и у нас там была дискуссия, подписчик задавал мне вопрос, я снимал видео, надо выложить тоже в социальной сети его. Короче, а как же так Израиль дает паспорт Чубайсу? Типа, это же что-то безумное, зачем им это нужно? Знаете, я думаю, что целый, ну, государство соревновались, наверное, эстафета была, а кто именно, у кого именно получится дать Чубайсу паспорт? Дело не в миллиардных долларовых состояниях, которыми владеет Чубайс, и, согласитесь, для любой страны очень большое благо, если эти средства будут вкачаны в экономику страны, и еще и какие-то там, может быть, инвестиции, еще какие-то социальные обязательства, и, ну, налоги в том числе, это же прибыль, это же огромные активы. То есть это любой стране выгодно, не какие-то низкоквалифицированные, неподготовленные кадры бедных людей, которые там потенциально, ну, может быть, еще и проблему преступности или что-то еще создадут, да? А вот сливки, элиты, фигня с этими деньгами, это не самое важное. Представляете, что Чубайс, как высокопоставленный чиновник на протяжении 30 лет, в качестве информации может предоставить государству, которому он вот так вот поклянется верности и станет гражданином любой страны. Это же действительно, это все, что только можно знать, да? Для любого руководителя государства эта информация относительно России, это все-таки самая большая страна с ядерным оружием, с потенциалом, который до конца не уничтожен, с огромной, там, непобедимой и неповторимой историей, да? Ни разу не терявшая своего суверенитета, с действительно очень большим наследием, с заделом, который достался российской власти от советского государства, советского народа. И, представляете, есть человек, который от и до знает. Все самые стратегические, да? С грифами секретности, с какими-то там, значит, различными «но», штампами, то, что недоступно, 99,99% российского общества. А он эта информация располагает, он со всем этим очень хорошо знаком. Поэтому вот эти разговоры, о чем вот говорит господин Пискарев, а как же так получилось? Да вы все сделали, чтобы система выглядела именно таким образом? Люди, которые имеют доступ к информации, которые знают реальную подоплеку, реальные перспективы, реальное состояние, они живут там, они семьи свои держат там, они активы вывозили туда, у них там собственности, банковские счета, бизнес и виды на жительство. И выходит, а как же так получилось? Слушайте, ну, а вы когда-то это запрещали? Вы с этим боролись? Вы хотели внести в Конституцию запрет для высокопоставленных чиновников и депутатов, в том числе, насколько мне помнится, владеть этими объектами роскоши и иметь эти двойные гражданства? Вы что, внесли это в Конституцию? Нет. Что Пискарев встал и во время принятия, когда Терешкова встала и говорит, вот меня люди попросили. Пискарев встал, сказал, что подождите, а как же поправку, мы же ее обещали. Да нет, Пискарев встал и сидел, он понимал, что происходит, и его это устраивало. И тут вдруг, да, когда нужно выйти, да, и отработать этот номер, он стоит и говорит, а как же так получилось? Так это вы виноваты в этом, это итоги вашей политики. И благо, да, вы живете, мы все живем в 21-й цифровой век, который не позволит эти вещи забыть. И я уверен на 100%, что и Пискарев, и ему подобные обязательно в свое время, я думаю, это будет достаточно скоро, ответят за эти вещи перед обществом, перед трудовым народом. И вполне себе вот это справедливое, суровое решение общества будут вынуждены принять, да, будет без шансов отмазаться, там, как-то убежать от этого.